Пытания доступа у людей с инвалидностью до занятков физической культурой и спортом обмерковывали у Гомеле. У Сустречи приняли удел представники мясовых органов улады, державных структур и громадских объединений. С подробностями Ганна Корольчук. Гомельский областный центр Олимпийского резерва по паралимпийских и дефолимпийских видах спорта был створен в червяне 2017 года. Сегодня им занимаются практически 200 человек, среди которых заслуженные мастеры спорта и мастеры спорта международного уровня, переможцы и призеры дефолимпийских гульнов. Вядома не все из тех, кто пришел в инваспорт, станут чемпионами. Головные, а как люди с инвалидностью имели махчимости и мкнулись до активного ладу життя. Тем более, когда в регионе есть спортсмены, из которых можно брать приклад. Массовый спорт – это, наверное, самое важное. Формировать у людей активное отношение к жизни и идициировать их, чтобы они вели здоровый образ жизни. Это самое главное. Не все станут паралимпийскими чемпионами, но быть по максимуму здоровыми и независимыми от посторонней помощи – это, наверное, самое главное в жизни каждого человека. В региональном центре Олимпийского резерва по паралимпийских и дефолимпийских видах спорта проходят занятки по плаванию, баскетболе, легкой атлетыце, шахматах, бочах, армрестлингу и настольном теннисе. До того, что в областном центре есть спортивные объекты, которые без перешкод могут наведовать люди с порушениями опорно-рухального аппарата. В основном это новопобудованные установы. Надместовая инициатива под названием «От здоровья кожного до здорового громадства» активно працует объединение инвалидов-спинальников. Идея заявилась в минулом году и поддерживается проектом международной техничной допомоги «Белмед». Отрадно видеть то, что в нашей стране, скажем так, продолжает и расширяется деятельность, инициативы и возможности для людей с инвалидностью. Причем, что характерно, в рамках проекта «Белмед» есть подобные инициативы, куда вовлечены очень непосредственно люди с инвалидностью. И, в первую очередь, для них организуется в Бресте, в Лиде, вот и в Гомеле в том числе. Среди головных проблем у развития инваспорта называют отсутность тренерского состава и безбарьерного осярода на спортивных объектах. Особным пытанием идти информационная работа. Объединение инвалидов-спинальников проводят встречу в разных районах в области, чтобы в первую очередь замотивовать молодых инвалидов займаться спортом, а по-другому – скоординовать работу международных структур на мясовом узровне. Только суместные намагания и системный подход дадут штуршок в развитии массового спорта сирот людей с инвалидностью.